У Франции традиционно большие понты в Сирии. Не скажу большие интересы, потому что больших интересов реально в Сирии ни у кого нет. Но понты большие. Сирия когда-то была французской подмандатной территорией, поэтому Франция как бы чувствует ответственность за Сирию. После последних бомбардировок, которые Россия провела в Алеппу, Франция внесла резолюцию о прекращении боевых действий. Ну, фактически это резолюция о том, чтобы Россия прекратила. Было ясно, что Россия эту резолюцию заблокирует в Совбезе, поскольку у России есть право вето. Россия ее и заблокировала. Заблокировала, кстати сказать, позорно. Потому что кроме России, против этой резолюции Франции проголосовала только Венесуэла. А Китай, который обычно поддерживает Россию, благополучно воздержался. Это позор для российской дипломатии. Но, так или иначе, Россия вето наложила, резолюцию провалила. А задолго до этого был намечен визит Путина в Париж. Значит, картина такая. Россия провалила французскую резолюцию. Все западные СМИ кричат, что Путин военный преступник. А Алан должен с ним по-приятельски общаться, ручкаться, чуть не обниматься. Они там вместе собирались в какой-то храм пойти, что-то такое, культурный центр открывать. Короче, ура, ура, собрались все друзья. После того, как Россия провалила вашу резолюцию и ее объявили военным преступником. Алан – тряпка, трус. Один из самых ничтожных президентов Франции за всю ее богатую историю. Тем не менее, даже эта тряпка стала по-своему, по-тряпочному дергаться и жевать сопли, как говорит Путин. Алан стал делиться своими гамлетовскими сомнениями. Вслух, в печати. Стоит ли мне беседовать с Путиным? Ах, да я не знаю, ах, да я не помню. Может, мне стоит с ним говорить, может, мне не стоит с ним говорить. И дали понять в России, что о Сирии так и быть, Алан с Путиным говорить будет. А вот ни в какие культурные центры и ни в какие церкви он с ним, конечно, ходить не будет. Демонстрировать любовь и нежность он не будет. Кстати, совершенно не факт, что так бы и было на самом деле, потому что Алан, еще раз говорю, тряпка. И если бы Путин приехал, то вполне возможно, что Путин бы его сломал в личном отношении и заставил, принудил, как говорится, тащиться вместе с собой в эти идиотские центры и на эти молитвы и во все эти мероприятия. Но Путин в ответ сам психанул, сам испугался в некомфортной ситуации. Сам почувствовал себя, мягко говоря, неловко. И в результате Путин отказался. В общем, это та ситуация, в которой оба выглядят одинаково прелестно. И Алан, который побоялся отказать Путину и побоялся ручкаться и обниматься с Путиным, и Путин, который побоялся ехать к Аланду и вести с Аландом неприятные разговоры о политике и побоялся, что он попадет в унизительное положение, оба оказались равны в героической роли. Но для Аланда такая роль более чем естественна и совпадает с его образом. А для Путина такая роль совсем непривычна и совсем неестественна, потому что он обычно изображает победителя, брутального мачо, который не боится трудностей, идет на трудности с открытой грудью, в буквальном смысле слова, и эти трудности подминает, ломает и поворачивает на себя. А в данном случае он боя, встречи, неприятной встречи избежал. Хотя, конечно, понятно, что российское телевидение это изобразит как очередной пример того, как Путин всех переиграл.